Добрый вечер, Лена! В последнее время все чаще звучать как со стороны республиканцев, так и со стороны уже демократов. И речь идет о состоянии нашего президента, о его когнитивном состоянии, о котором говорил спецпрокурор Роберт Хурт. Борис, давай прямо сходу в карьер, 25-я поправка, объясни людям, что это такое и когда она применялась, применяется и для чего она была создана. Ну, прежде всего, она не входит ни в такой биль, потому что в биль о правах будет только первые 10 поправок, а в 25-е. Значит, 25-я поправка говорит о том, о процедуре замещения президента по той или иной причине. Во-первых, бывают случаи, когда президент сам понимает, что он не может исполнять свои функции. Иногда бывает, что это временное явление, как, например, операцию. Президент идет на операцию, он будет под наркозом какое-то количество часов. И он может сам подать петицию о введении временно 25-й поправки на время операции и, скажем, того времени, когда он будет отходить от наркоза и не в состоянии принимать какие-то решения. Вот, поправка эта не такая старая, она была введена сколько лет, 50 тому назад, может быть. Какая-то, потому что она модифицировалась, помню, тогда на Рейган было покушение. И поправка, да, она сработала, по-моему, это было когда... 67-й год, по-моему, это было. 67-й год. 67-й год, да. Это дело в том, что вот то, что ситуация, которая может привести к введению 25-й поправки, это не только болезнь президента, не только смерть президента, но и импичмент. Вот когда Никсон был подверг... Вернее, Никсон не был подвергнут импичменту. Просто в преддверии импичмента он сам покинул пост. И тогда президентом стал Линдон Джонсон. Тоже произошла как бы... Ну, это не ротация, а когда президент уходит, то вице-президент становится президентом. Иногда нужно президента подтолкнуть к этому, потому что он может сам не понимать, что ему пора покинуть этот пост. Тогда процедура такова, что вице-президент... Разумеется, вице-президент должен быть человеком целостным и понимать, что президент не в состоянии исполнять свои функции. Значит, и вице-президент тогда вместе с большинством членов кабинета, кабинетов администрации президента. Кто такие секретари кабинета? Это министры. У нас они называются секретари. Это секретарь обороны, секретарь, скажем, отделения внутренних дел, министерства внутренних дел. Это все министры. Значит, большинство этих министров и вице-президент должны подать тогда соответствующее решение. Они подают его, это человеку, сенатор, который называется сенатор протем или темпоре. То есть временный, это временный президент сенатора. Почему временный президент сенатора? Дело в том, что обычно президентом сенатора является вице-президент сам. Но если вице-президент сам начинает исполнять обязанности президента, президента страны, то он не может одновременно исполнять функции президента сенатора. Поэтому назначается, как я уже сказал, президент сенатора временный протем, темпоре, протемпоре. И он так и называется протемп, президент протемп, которого выбирают в сенате, его выбирают. Это может быть старший сенатор большинства, это может быть, в принципе, даже новичок. И тогда у президента есть буквально несколько часов, то дней для того, чтобы оспорить это решение. И если он его может оспорить, предоставить какие-то документы, тогда у сената есть 21 день. Да, когда президент подает ходатайство, в котором он спаривает решение о своей некомпетентности, неспособности вести дела. Вот он подал его и снова становится президентом. И тогда его снять может уже сенат голосованием. Две палаты. И сенат, и палата представителей должны проголосовать две трети за то, чтобы его убрать. И председательству на этих в сенате это протемп. Ну, а в нижней палате, как всегда, спикер. Вот такая процедура. Значит, чем интересно решение специального прокурора Бен-Хур? Так мы его будем называть? Роберт Хур. Он Роберт. Ну, Бен, Бен, Бен-Хур, знаешь, это уже еврейская история. Ну, конечно, поэтому я назвал Бен-Хур фильм. Но пишется это точно так же, конечно. Так что, по-твоему, он так и есть. И вот этот специальный прокурор Бен-Хур, но не Бен, конечно, он присыл к интересному городу. С одной стороны, он сказал в одном и том же документе, он сказал, что у него нет достаточно улик для того, чтобы осудить Байдена за то, что тот злонамеренно, злоумышленно, специально хранил секретные документы у себя дома. Это он сказал в одной части. В другой части он сказал, что у него есть документы, подтверждающие, что он злоумышленно. Злоумышленно, значит, у него было намерение. Не обязательно намерение сотворить зло, но намерение нарушить то ли закон, то ли правила. Вот такое намерение у него было, и он это сделал. Но в то же самое время специальный прокурор Кур сказал, что обвинять Байдена в совершении вот этого преступления он не будет. И тут интересно, а почему? Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки у прокурора есть абсолютное право на свое усмотрение обвинять кого-то или не обвинять. Это дело прокурора хочет обвинять, а хочет не обвинять, несмотря на наличие улик, каких-то доказательств. Так вот, какая же причина, по которой он не будет обвинять Байдена? Он сказал, что дело это выиграть невозможно, потому что Байден у присяжных вызовет сочувствие. И, как он сам сказал, пожилой человек с плохой памятью. Ну, конечно, вы можете подивиться этому и сказать еще что. Значит, Трамп сочувствие вызывать не будет. Он напористый, наглый, у него нету провала в памяти. Да, а Хур отметил в своем отчете, что качество, вот эти вот память, провалы в памяти у Байдена обнаружились. Ну, для него обнаружились во время допроса, потому что он и его команда проводили допросы Байдена. Значит, Байден не помнил год, когда он стал вице-президентом. Он также не помнил год, когда он перестал быть вице-президентом. Байден не помнил, когда умер его старший сын. Байден ведь неоднократно заявлял, что его старший сын Боб Байден погиб в Ираке. Он служил в Ираке когда-то, он погиб, у него был, он не погиб, а умер, у него был рак мозга. Но Байден часто во время каких-то выступлений, хотя это грех, в общем-то, такое говорить, что мой сын погиб смертью храбрых, защищая страну в Ираке, во время военной кампании в Ираке. Ну что, ну для чего это нужно? Ну и так, ну ты отец, ты потерял сына, ну не надо, не надо преувеличить, это некрасиво, ужасно. Ну вот тем не менее он лгал. В общем, он не мог вспомнить во время допроса, когда умер Боб Байден. И он посчитал, прокурор, что выставить такого обвиняемого, это проиграть дело. Присяжные, присяжные просто-напросто его оправдали. Дело в том, что еще один аргумент, который прокурор толком даже не выдвигал. Смотрите, каждое преступление состоит из двух частей. Я уже рассказывал об этом. Это преступное состояние ума, по-латыни это mens re, преступное состояние ума. И второе, это самодействие, актус реус. Если я возьму сейчас, вот у меня здесь окно, и возьму и выкину там стакан в окно. Проходил прохожий какой-то, я ему попал в голову и убил. Можно и меня судить за убийство. Скажем, murder. Нет, нельзя. За murder меня судить нельзя. Потому что у меня должно было быть намерение убить конкретно этого человека. Точно так же нельзя судить за murder, водителя, который выехал на тротуар и положил 20 человек своим автомобилем. Потому что у него не было конкретного намерения, специфического убить Джона, Мэри, Питера, Пола и всех этих 20 человек. Поэтому это не будет, скажем, murder в первой степени, или даже murder в второй степени. Это будет другое преступление, которое называется manslaughter. У нас не просто же, у нас есть murder, это самое тяжелое. У нас есть manslaughter, тоже две степени, в первой степени и во второй. У нас есть homicide, у нас есть criminally negligent homicide, убийство по неосторожности, по халатности, тоже первая и вторая степень. То есть все это, можно сказать, у человека забрали жизнь. Но юридический термин зависит от обстоятельств. И также зависит от преступного состояния ума. Так вот, мог ли наш президент Джозеф Байден, будучи ментально весьма ослабленным человеком, сформировать преступное состояние? И всегда можно сделать аргумент, не мог, как пьяница. Вот я помню, что в Советском Союзе, но я слышал, я не был адвокатом, что состояние алкогольного опьянения – это отягчающий фактор, а не смягчающий фактор. Здесь это может быть смягчающий фактор. Потому что человек может быть настолько пьян, что он просто был не способен сформировать преступное намерение. И поэтому он пойдет не по самой высокой статье, а по более низкой. Так вот, Байден, он постоянно, так сказать, пьян, что называется. У него просто колоссальные проблемы с памятью. У него не только с памятью колоссальные проблемы, но также с интеллектуальными какими-то... Ну, интеллектуальные его способности, безусловно, задеты. И поэтому уголовное дело, по мнению Хура, считается бесперспективным. У меня вопрос. Тогда возникает вопрос. А ведь все нападки на Хура пошли в тот момент, когда Байден четверг вышел и стал доказывать, что Хур переступил черту. И вот этот переступивший Хур черту, насколько он ее переступил? Он заметил состояние когнитивной деятельности президента. Далее. Мы говорим, что этого человека нельзя судить, потому что он старый, потому что он больной. Но мы забываем, что это не просто старик больной. Это человек, у которого, извините, чемоданчик с ядерными кнопками. И он отвечает за нашу страну. Он отвечает за мир, учитывая оппозицию и положение Соединенных Штатов Америки. Как же получается? Сказать старику, что ты старик и ты немощен, и тебе нельзя заниматься тем, чем ты занимаешься, это называется переступить черту. Потому что сейчас пошли гонения именно на Хура. И рассматривают не Байдена с его когнитивными диссонансами, я так называю, а рассматривают именно поведение Хура. Насколько прокурор нарушил этические какие-то моменты? Что можно и чего нельзя говорить прокурору? Ну, адвокаты Байдена, как и какие-то работники Министерства юстиции, говорят о том, что если в своем отчете Хур сказал, у него нет свидетельств о том, что Байден совершил злоумышленное сокрытие секретных материалов. И они говорят, ну вот поставил бы и точку. Для чего тебе надо было еще что-то объяснять? Поставь точку, и на этом делать все. Ты ничего не ведешь, ты ничего не надо делать. А для чего ты лезешь в область не своей компетенции? Вполне возможно, что специальный прокурор Хур увидел собственногласно, собственноушно состояние Байдена. И он захотел специально вставить в свой отчет вот эту информацию, его собственное наблюдение о том, в каком состоянии находится Байден. Полагая, что вполне возможно, его отчет издаст толчок 25-й поправки, приведению в действие 25-й поправки. 100% все-таки заинтересуются этим вопросом. И что этот процесс будет запущен. И мало того, как бы демократы, не имею в виду сейчас кабинет Байдена, я имею в виду сейчас представителя Байдена в пресс-центре, в Жан-Пьер, они говорят, что он абсолютно остер, он все его камешки при себе, он прекрасно соображает, и посмотрите, чего он добился за эти три года. И экономика, и то есть все очень-очень хорошо. Ну, это вопрос, как сказать, это их субъективное мнение, что все очень хорошо, потому что если вы честный человек, ну, я сейчас свое мнение выражаю, если вы живете в Соединенных Штатах, а не где-то, то вы сами чувствуете, как хорошо, вы видите цены, вы, если у вас есть дети или внуки, вы видите, какие предметы им преподают в университете, в школе, вы понимаете, что страна просто разваливается на куски, вы точно знаете, что происходит на южной границе, особенно если вы живете в пограничных штатах, ну, все равно же никто из администрации Байдена не скажет, да, у нас провал, так сказать, мы везде, мы как-то облажались, фиаско и там, и здесь, да, фиаско, но я думаю, что эта фиаско вина же не только Байдена, это вина всех тех, кого Байден назначил, ах, что их сам Байден назначил, я не думаю, что их Байден назначил, я думаю, их Обама назначил, я думаю, что управляет Обама, я думаю, что управляют люди Обамы, которые, конечно же, вошли в администрацию Байдена, конечно же, Виктория Муланд управляет, конечно же, Салаван, и, в общем, вся эта ГОП-компания. Байден, ну, ему говорят, писать для него какие-то речи, и, как видим, это не очень сильно помогает. Смотри, у меня вопрос, не является конфликтом интересов, следующее, личный адвокат президента Джо Байдена, который критикует как раз Роберта Кура и требует сатисфакции Министерства юстиции, в программе себе с лицом к нации он назвал деятельность Кура убогим продуктом работы. А сам этот адвокат, его зовут Боб Бауэр, а его жена является старшим советником Байдена, а не то да. Назначен он был, естественно, Обамой, этот человек. Вот насколько адвокатом может быть человек, чья жена является главным советником у Байдена? Адвокатом кого? Байдена? Да. Ну что? Не является ли это каким-то, может быть, конфликтом интересов в получении какой-то инсайдерской информации, а в получении, ну, как по мне, я не знаю, насколько это законно, но оно смертельно. Что ты говоришь, имеет смысл, безусловно. И, ну, скажем так, что вот эта информация может иметь значение. Может. Это вопрос этики и вопрос потенциального нарушения. Это перекликается с Фанни Уиллес. Вот мы перейдем к Фанни Уиллес обязательно. Мы говорим с тобой о том, что вот этические вопросы абсолютно не обращают на них внимания демократы, но эти вопросы на поверке дня, на повестке дня, и они видны. Возникают вот эти вопросы этики. Они не могут не обращать на них внимания, потому что республиканцы, я имею в виду конгрессмены, заставляют их обращать на это внимание. Они не могут притвориться, что ничего не происходит. Жан-Пьер может. А на самом деле это не так просто взять и не обратить внимания. Это Джорджия, штат Джорджия, Фанни Уиллес. Ситуация с ней. Как раз это очень убедительно показывает, что совсем не обратить внимания, это очень сложно. Очень. Придется обращать внимание, придется защищаться. Вот мы перешли сейчас, мы закончили уже с Бенкуром. Как вы говорите, с 25-й поправкой. Что будет дальше, если все-таки будут настаивать на применении этой поправки? Я знаю, что Маджери Тейлор Грин по-моему уже подала предлагаемую резолюцию о том, чтобы Пайдена отправить на покой согласно 25-й поправку. Значит, это будет вопрос решаться. Об этом говорит губернатор Флойд Де Сантис. Он тоже требует. Очень много требует все-таки решения вопроса. Но будет ли решение вопроса, допустим, уберут, отправят на покой, даже если проголосуют за, хотя я не уверена. Какой выход для страны? Выход для страны Камала Харрис? Камала Харрис что касается меня и моего мнения о ней. Она выход никуда. Она ничем не лучше. Мало того, я думаю, она хуже, чем Байден. Это не то, что у меня большая симпатия к Байдену, но вот у меня, наверное, та симпатия, о которой говорил Хур. Пожилой человек, выживший из ума. конечно же, конечно же, ничтожив. Конечно же, да не бюрократ, а просто хитрющий, с российскими, кстати, наклонностями, которые у него таки были. Послушайте его речи в 20-летней давности. Да сейчас за такие речи в тюрьму можно попасть, что называется. Вот. И бабник. Только в отличие от Трампа, он не так много болтал. И хотя Трамп не особенно болтал, кстати, а наоборот, он деньгами пытался заткнуть, но не получалось. Просто не всегда получалось. Ну и болтал тоже. Вот. Ну где Тара Рид? Тара Рид это женщина, которой Байден приставал, когда она работала в Сенате. Она попросила убежища в России. Ей предоставили убежище. Дело в том, что, если вы меня спросите, а что, и на самом деле что-то грозило в Соединенном что-то? Я отвечу, не исключаю. Не исключаю. И документы есть, и никто их никогда не получит, судя по всему, эти документы. Но никакой закон о свободе информации не поможет ей получить. Но тем не менее, тот, кто хочет что-то узнать, может Тара Рид набрать. Но на первой, второй странице, если вы на Гугле наберете Тара Рид, вы мало что узнаете. Это надо дальше искать. Потому что Гугл так заряжен, что сначала будут, если о Таре Рид плохие новости, если о Байдене хорошие новости. Ну и где-то начиная с 17-й там страницы, что-то может начинать просвечиваться. Ну, не буду сейчас рассказывать историю Тары Рид, но тем не менее, Байден со всех сторон был плохой, со всех. Нечестный, я не говорю уже о том, что ему грозит импичмент за то, что он торговал. Очевидно, я не могу сейчас этого утверждать, постараюсь быть корректным юридически, но есть какие-то улики, указывающие на то, что он торговал вице-президентством в кооперации со своим сыном Хантером Байденом и со своим братом Джеймсом Байденом и вообще домочадцам. И что весьма дорого стоило клиентам, это и украинцам некоторым, и румынам, и китайцам заручиться поддержкой папы Байдена в темных каких-то делишках, которые проворачивал Хантер Байден. Борис, вот мы сейчас обсуждаем когнитивные способности человека, но мы говорим собственно дело, которое следовал как ты говоришь Бен Хур, Роберт Хур, оно было хранение документов, которых были секретные документы, и как-то вот этот момент секретных документов ушел за последние несколько дней вообще с горизонта, его нет на радаре. Мы слышим о том, что этот у нас человек куку, что ему нельзя ничего сказать, он очень болезненно воспринимает свое состояние, о котором кстати очень хорошо говорит доктор, который был у Обамы, врач Обамы, говорит о когнитивном состоянии этого человека, и он тоже говорит в негативном контексте об этом состоянии, это уже мы говорим ближайшие сторонники его, но как сказал Де Сантис, это было преднамеренное сохранение документов на протяжении многих десятилетий, это было похоже на практику, когда он был сенатором США, когда он был вице-президентом, когда он уходил с поста, точка, конец цитаты, вот этот вопрос почему-то не рассматривали. Ну как нет, если бы это не были секретные документы, вообще бы не было никакого разговора, этот специальный прокурор был назначен именно потому, что это были секретные документы, самые секретные документы касались Афганистана, и мало того, глупый Байден не понимает даже, что то, что он говорит, это просто недостойно и даже смешно, он говорил, вы что думаете, они просто так валялись в свои документы, ничего подобного, они хранились в гараже под замком в том же самом гараже где стоял мой любимый Корветт. Ага, ну тогда, да, тогда претензий никаких быть не могут, что самые секретные там документы, самым, ну высоким грифом секретности, конечно же, они недоступны никаким шпионам, агентам и прочее, потому что как же, они же в том же гараже, что и Корветт его стоит, то есть понятно, что это защита страшная, там такие замки, что, но он даже не понимает, он даже не понимает, что такие вещи говорить не подобает, это, это, но ты к совести еще будешь сейчас апеллировать? Нет, это не потому, что совесть, это по-моему, мозгов уже, мозгов. Ну там вообще давно ничего нет. 10 лет тому назад он бы не сказал такую фразу, он бы понял, что гей, что они ссор, нет, он такого бы не сказал 10 лет назад. Но он хранил эти документы тогда, когда он был еще, в общем-то, при памяти, когда он баллотировался на пост президента. Я говорю об объяснении. Я понимаю. Хранил он сколько угодно, но объяснил он так замечательно при помощи корветов совсем недавно, год там, пару лет. Ну, когда это началось? Чем отличается тогда хранение документов Трампом с хранением документов Байдена? Потому что у нас, естественно, у нас двойные стандарты, мы об этом знаем. Чем? В чем разница? Ну, Лена, вот смотри. Тебя останавливает полицейский. Ты едешь со скорой, допустим, 65 миль в час, ты едешь 71. Тебя останавливает полицейский. Два сценария. Сценарий первый. Здравствуйте, офицер. С какой скоростью вы ехали? Вы знаете, может быть, 70-71. Я не уверен. Я прошу прощения. Ну, хорошо, езжайте и следите. Это первый сценарий. Второй. С какой скорости вы ехали? А тебе что? Пошел вон отсюда. Подождите. У нас в Америке разве можно так с полицейскими разговаривать? Иногда такое можно. Какая разница? Человек не стал кооперировать, а стал хамить. И тогда совсем другое отношение. И тогда тебе не только тикет дадут за 6 миль превышения скорости, а за все, что хочешь. И за чуть ли не нападение на полицейского. ты мешал его работе и так далее и тому подобное. А Байден как раз сказал, извините, если что не так. Вот, берите все. Я случайно. Все. Трамп начал выкаблучиваться. Ты знаешь, какой счет за юридические услуги Трампа на сегодняшний день? По всем делам. Сколько миллионов? 76. 76 миллионов долларов за длинный язык. Ну, хорошо. 6 миллионов мы не длинный язык, а что-то другое. Это его поход в магазин Бергберфгудн, где он встретился с этой дамой. Кэрол. Кэрол, да. И там не язык длинный. Вот. А это гражданский иск. Так это же сколько миллионов ей присудили? 83,3 десятых. Да. Три сотых. 83 миллиона 300 тысяч. Я не говорю, что он будет платить эти деньги. гражданский. Но, по крайней мере, на сегодняшний день он должен, другое дело, будут апелляции, он должен будет заложить, то, все. И многое из неприятностей Трампа связано с тем, что не фильтрует чувак. Хотя мы с тобой дважды за него голосовали, и собираемся голосовать как бы в третий раз, но его его нездержанность является главной причиной его многих цурсов. А давай все-таки мы вернемся к цурсу под названием Фанни Виллис. Потому что мы об этом цурсе, о котором ты сейчас намекаешь, да, каждый день приходится оправдываться. Каждый день идет непонимание того, что он говорит, потому что его сарказм, который он употребляет, не понимает 99% людей. У него есть противник самый главный Байден, у Байдена есть ручная пресса, и эта пресса создает информационный шум и общественное мнение. Пресса создает общественное мнение, и когда он начинает, он говорит вроде бы правильные вещи, но он облекает их в такую лингвистическую форму, лексическую форму, которая читается двояко. И не просто двояко, это можно всегда разобрать по фразе и выкинуть из контекста определенные фразы. Это то, что в паблик спикин недопустимо. Ты должен формировать мысль таким образом, чтобы нельзя было ее потом порезать, смонтировать и слепить то, что ты хочешь. Если ты имеешь ввиду его выступление о НАТО, это именно так и произошло. Какое выступление? то, что он говорил по поводу НАТО. Я сейчас имею ввиду НАТО. НАТО мы можем перейти. Давай тогда по той программе, которую ты сам считаешь нужным. Фанни Виллис. Фанни Виллис будет иметь большие неприятности, если судить по той информации, которая сегодня поступила. Судья Верховного суда Скотт Маккафи заявил в понедельник, то есть сегодня, что возможно, что Виллис может быть отстранена от дела Трампа. На основании заявлено одним особенно принятым. Вот мы столько раз говорили о том, что наша судебная система в Америке имеет изъяны, что она поворачивается лицом к одним демократам и совсем противоположной части республиканцам. Что Трампа судят за то, за что Байдена не судят. И это все правда. Это все правда. И это очень плохо. Но тем не менее, есть у нас определенные принципы, какие-то юридические принципы, которым всегда может прибегнуть и Фанни Уиллс, и Байден, и Трамп, и призвать эти принципы, и эти законы, и эти правила себе на помощь. Вот Фанни Уиллс. у нее любовник Уэйт, по фамилии Уэйт, которого она назначает, он когда-то был прокурором по мелочным делам, потом стал частным адвокатом, и вот она назначает его специальным прокурором расследовать, прокурором-следователем, который должен расследовать дело Трампа. Его телефонный звонок секретарю штата Джорджия Рафенспергеру, ну и какие-то другие дела, действия и слова. И вот 650 тысяч долларов из бюджета штата Джорджии, Фултон Каунти, она главный прокурор Фултон, графство Фултон, она платит Уэйду 650 тысяч долларов. При этом она никому не говорит о том, что у нее романтические отношения с Уэйдом. Ну, уже рассказывали о том, что эта пара потом едет отдыхать, то есть, как говорят в Америке, имеют хорошее время. И Круиз, и Флорида, и Калифорния, вот так. Что здесь такого спрашивается? Вот что такое. Первый вопрос. Да, и это дело начал, начал, начала будировать адвокат подельника Трампа по фамилии Роман. Ее фамилия выскочила сейчас из головы, но она подняла ряд вопросов. Дело в том, что если задать вопрос, тот факт, что Фанни Уиллс назначила специальным прокурором своего любовника, имеет значение или нет? Ответ да. Почему? далеко не всегда прокурор, который ведет дело, назначает особого специального прокурора для расследования. Далеко не всегда. такие колоссальные траты нужно оправдать. Она их оправдала? А нет. А кто его спрашивал? Пока нет. Вот только сейчас. Как ты тратишь 650 тысяч долларов, чтобы вести какие-то расследования, не показав необходимость в этих расследованиях. И причем эти деньги идут твоему любовнику. и потом то есть ты будучи прокурором, ведущим это дело, получаешь какие-то шкварки этого дела. Выгоды. Финансовые выгоды. Потому что когда твоему любовнику дают 150 тысяч, то он может тебя и погулять. И хорошо погулять. И поэтому когда возникают потенциальные конфликты, я не говорю даже о реальных, кажущиеся конфликты интересов, то прокурор обязан об этом заявить. И проинформировать об этом судью. И безусловно Фонни Уиллес должна будет отвечать на вопросы. То есть будет допрос. Будет. Это начнется чуть ли не на этой неделе. Там пока решили, что да, она не будет первой отвечать на вопросы. Но рано или поздно ей выгодно, чтобы первой не отвечать, она уже будет знать, как другие отвечают. Но рано или поздно ей придется отвечать на эти вопросы. Пока что она заявила, что романтические отношения с Уэйдом у нее начались после того, как она стала вести дело против Трампа. Ну, пойди докажи, казалось бы. Но тут вдруг, а это очень часто бывает в таких ситуациях, на поверхность выплыл сотрудник, бывший сотрудник фирмы самого Уэйда, адвокат, забыл сейчас его фамилию, Брэдли, который сказал, то есть как это, они еще в 20-м году они жили вместе, они потому что есть такие, она жила там, у нее было сначала руммейт, там, с которой она делила, потом она с ним жила, и вот, его, теперь вопрос следующий, этот Брэдли был также адвокатом Уэйда при его разводе, и вы скажете, не понял, это что, адвокат дает показания против своего клиента, я сам поразился, но оказывается, что Брэдли эту информацию об интимных отношениях Фонни Уэллс и Уэйда узнал не в качестве адвоката, а в качестве друга Уэйда, вы тогда можете сказать, ну и подонок же друг у тебя, господин Уэйд, который вдруг вылезает и такое несет, такую информацию, и тут я с вами соглашусь, хороший друг, но это все равно что-то, а меня не знают, вот, я дружу с тобой, Лена, и я не как адвоката, как человек, я узнаю, там, не важно за что, я не связан никакими профессиональными обязательствами, поэтому я могу говорить о тебе, ну или о любом своем друге, все что угодно, этика профессиональная, мне не запрещает, мне может быть совесть должна запретить, но я вижу там совестью и не пахнет, потому что как это так, бывший друг, сотрудник фирмы, они должны были очень крепко горшки побить в свое время, чтобы друг, а там даже не сказано бывший, в том, что я читал, друг и бывший работник, и бывший адвокат, с такой информацией готов выступать на судебных слушаниях, и вот потом будет выступать Фонни Уиллес, Фонни Уиллес пока что, она не собирается складывать оружие, сложить оружие, она призвала девять крупнейших экспертов в штате Джорджия, экспертов по профессиональной этике адвокатской, которые в своем своих заявлениях, по-моему, это даже не коллективное, каждый из них написал письмо, они утверждают, что ничего страшного не произошло, и сама Фонни Уиллес говорит, что в наше время, конечно же, маленький штат, и коллегия адвокатов этого штата не такая уж большая, и нет ничего удивительного в том, что между прокурорами и адвокатами как бы одна юридическая община, постарались, замечательно, что же удивительного, если завязываются теплые отношения, переходящие в романтические, так что ничего удивительного здесь нет, и ничего неэтичного здесь нет, ну вот судья Маккафи, да, его фамилия, да, вот судья и будет решать, все ли здесь качарно, потому что адвокат Романа, а, фамилия вспомнил, Мерчант, это женщина, ее фамилия, Эшли Мерчант, Эшли Мерчант, да, Борис, я обрадовался, что у меня нету синдрома Байдена, который забываю, у тебя есть я, которая подскажет, да, спасибо, Борис, смотри, из всего того, что мы говорим, вот эти девять экспертов, они упустили один фактор, очень важный, использование государственных средств, который является нарушением любой этики, и также допустили, еще один момент, очень тоже важный, можно я закончу, я два предложения, чтобы ты сразу на два ответил, смотри, консультировали их непосредственно и руководили из Белого дома, вот этим абсолютно непонятно откуда взявшимся любовникам, которого поставили на эту должность, что могут сделать люди, которые, в общем-то, которых обвинили, если ты помнишь, там дело о рэкете, приписали, все ты говоришь красиво и хорошо, добавляй слово якобы, оно поможет, якобы, хорошо, якобы, смотри, вот допустим, идет человек по улице и несет, я не знаю, что ты, что хочешь, сприт, сприт с наркотиками, отрубленную голову, три автомата, ты не знаешь, вполне возможно, это идет детектив и несет вещественные доказательства, вполне возможно, это бутафория, это актеры репетируют, то есть мы ничего не знаем, то, что, то, что она наняла Уэйда, заплатила 600, из государственного бюджета, 650 тысяч, это симптом, это еще не, человек кашляет, у него может быть, поперхнулся, рак горла, рак легких, что еще там, коклюш, не важно, бронхит, пойди знай, а он кашлянул, а может вообще ничего нет, мушка попала, и он ее ага, сделал, но, обратить внимание может быть и нужно, вот мы и обращаем внимание, и теперь мы ставим диагноз, только это судья ставит диагноз, я же не спорю с тем, что когда человек так сильно кашляет, нужно пойти к врачу, когда такие есть признаки, любовник, очевидно, совсем не тогда, когда ты сказал, большая сумма денег, совместные поездки, путешествия, это кашель как следует, надо посмотреть, прослушать, и рентген сделать, и тогда уже определить, что, то же самое со любой ситуацией, которую ты берешь, любой, это все улики, которые наталкивают на то, что надо расследовать, надо, чтобы был назначен специальный прокурор, только уже не выйдет, сам себя он вряд ли будет, а серьезный человек, который проведет расследование, и допрашивать надо, и все, но мы не можем само по себе, если ты, а вот такое возможно, что, Уэйд, на самом деле, опытнейший, специалист в этом деле, и 650 тысяч, не такая уж большая сумма, для такого объема работы, и каждый второй прокурор спит с каким-то адвокатом в штате Джорджия, ничего необычного, такое возможно? Возможно. Вот это вот мы все и обсудим на этих специальных слушаниях, и 9 писем мы прочитаем ваших экспертов, и все это мы оценим, и потом будем решать, потому что ходатайство, которому присоединился, ходатайство Романа, к которому присоединился, Трамп, ну, через своего адвоката Джорджи, это, Уэллес, иди ты к какой-то там матери, мы тебя хотим дисквалифицировать. После того, что ты сделала, и тут уже и Уэй, и твои романтические отношения, и деньги, и то, что ты не объяснила, почему нужен был специальный прокурор, дисквалифицировать. И не только тебя, но и всю твою банду, то есть команду прокурорскую. Вот что они хотят. Чем это может закончиться? Вот они хотят, это тогда это дело будет снято? Тогда да, но дело в том, что пойти в Фолтон Каунти может найти другого прокурора. Пойди, найди. Это что? У нас, нам сейчас важно ноябрь, выборы. Но также я напоминаю, что выборы могут не спасти Трампа именно от этого дела. Почему? Оно штатное, а не федеральное. Я хочу напомнить всем нашим зрителям. У нас два права, а может даже и больше. Но не важно, два будем считать. Федеральное, например, иммиграционное право. Оно федеральное. Для всех штатов одно и то же. А уголовное право есть федеральное, есть федеральные преступления, а есть штатные. И вот то, что Трамп якобы нарушил, это штатные преступления. А это значит, вот допустим, Трамп становится президентом. И какое-то количество федеральных дел осталось незаконимым. Уголовных осталось закончено. Он дает приказ Министерству юстиции и главному прокурору Соединенных Штатов закрыть дела против меня. Все. Он босс. Тот закрывает. Или начинается какая-то возня. Дела мы не можем. Ну, хорошо, тогда я сам себя прощаю. Это называется президентская пандемия. Так вот, будучи даже президентом, Трамп не может приказывать штатным работником. Он не может главному прокурору стата Джорджи сказать закрыть дело. Потому что тот скажет, ты кто такой? А, ты президент, да? Ну, вот и командуй своими федералами. А мы штатные ребята. Ты на мнение указчик. И помиловать он себя не может. Поэтому в этом плане дело в штатном Джорджи самое опасное. А что тогда делать с Чуткан? Стави Чуткан в Вашингтоне и господином Смитом. Там Джек Смит, правильно? Я говорю, и господином Смитом. Там у нас прокурор Джек Смит. И там это федеральное дело по границе. Там что произошло? Значит, там произошло то, что апелляционная инстанция единогласно проголосовала против Трампа, сказав, что действия Трампа не защищены иммунитетом против уголовных преследований. Мы уже с Вами говорили не раз о концепции иммунитета против уголовных преследований, что когда президент исполняет свои президентские функции, то его нельзя судить за какие-то ошибки, промахи. И судью нельзя судить, и сенатора нельзя судить за какие-то промахи, ошибки. Но это апелляционная инстанция, это Court of Appeals for the District of Columbia, он сказал следующее. Трамп 6 января, выступая на эллипсе, он не исполнял президентские функции. Он выступал там, как гражданин Дональд Трамп, являющийся кандидатом в президенты США. Да, он одновременно был президентом США. 6 января он еще был президентом США. Только шляпу, которую он носил, сказал суд 6 января, была не шляпа президента, а шляпа кандидата президента. И поэтому, какой иммунитет? Никакого иммунитета здесь быть не может. И Трамп подал свою апелляцию в Верховный суд США. Он ее подал с тем, чтобы Верховный суд США заморозил дело. потому что пока Верховный суд США будет принимать свое решение, этому может пройти время. этот апелляционный суд, который вынес свое решение, там у Трампа буквально несколько дней, потому что иначе дело попадает опять вниз, в нижнюю инстанцию, в суде чутка. и вот будет уже слушание начинать. Суд начинается. Трамп, конечно же, не хочет, чтобы этот суд начинался, и он просит заморозить дело, пока сам Верховный суд не будет решать вопрос о президентском иммунитете. Мое мнение теперь, мое мнение такое, президент это исполнительная власть, у нас три ветви власти, исполнительная президент, законодательная легислатура, конгресс, судебная, суд. В чем задача исполнительной власти? Следить за исполнением законов, именно поэтому она называется исполнительная. По-английски это executive branch. Итак, президент должен следить за исполнением закона. на глазах президента, как он искренне считает, он может ошибаться, не в этом суть, он искренне считает, что происходит мошенничество на президентских выборах, многочисленные нарушения, непонятно откуда, какие голоса, что, чего, вот собираются электоры. И он хочет, чтобы этот процесс поменялся, чтобы он имел право, это называется освободить электоров. Обычно ведь электоры, у нас есть, то, что называется Electoral College, у нас же не прямое голосование, я не знаю, наши зрители знают об этом или нет, может быть, отдельно мы рассказываем, освободить электоров, это означает сказать им, голосуйте, как хотите, не так, как проголосовало большинство в ваших штатах, а как хотите, президент имеет право, мало кто об этом знает, но это входит в президентские полномочия, освободить электоров. И я считаю, что Трамп имел право на это. И Трамп, если кто-то скажет, ты что, на самом деле думаешь, что Трамп искренне полагал, что произошли махинации, еще бы. Но на эту тему можно тонну доказательств предоставить. Трамп абсолютно искренне верил, что он выиграл. Вполне возможно, он на самом деле выиграл. Но сейчас не эта тема. Тема только одна. Если он искренне считал, что выборы были нечестными, то его президентский долг был поручить Пенсу своему вице-президенту и одновременно президенту Сената освободить электоров, чтобы они голосовали как хотели, как один из вариантов. Мы же ни в коем или следователе все действия Трампа, его речь, то, что он призвал народ патриотичный мир найти к Капитолию, да, биться, как он сказал, like hell, как черти, скажем так, за свои права, конечно, но имел ли он ввиду дать дубиной по голове Нэнси Пелосик? Нет. Он что, призывал к физическому насилию? Нет. Он потом полтора часа вообще сидел и ничего не делал. Он ничего не организовывал, он не занимался стратегией, где он по телефону дает команды 700 человек левое крыло, отцепить правое крыло, закрыть все входы-выходы, обезоружить все, о чем речь идет. Просто сказал, выступая перед собранием этим, идите и добивайтесь своих прав. Больше ничего. Ну, вот видишь как, идите и добивайтесь прав. Каждый раз читают совершенно иначе, нежели мысль подает свою пространную наш президент Трамп. И поэтому каждый раз приходится читать в прессе вот эти потоки сознания. Ты все время забываешь о четвертой власти, которая у нас теперь иногда подменяет все остальные три. Они формируют общественное мнение, и это общественное мнение формирует и запугивает уже в общем-то и избирателей наших избранных и избранных представителей, они от них зависят. Вот, сейчас Байден извиняется перед арабским населением, потому что он очень хочет иметь его голоса, и мы все зависимы от этой улицы. Если Байден становился на колени перед, там, извинялся перед афроамериканцем, перед гробом, золотым гробом Флойда, ну так он извиняется и перед арабским населением. Что? Ну какая разница? Все извиняются. О чем мы говорим? Мы живем совершенно другое время, когда мы говорим о Конституции Соединенных Штатов Америки, она у нас писана теперь совершенно в другом аспекте. Я была вчера просто поражена в том же Клинстоне. Поражена, потому что я периодически бываю, я люблю это место, но в театре меня убило совершенно стейтмент, который у них идет прямо на сайте. Мы стоим на стороне справедливости, равенства, вы выкрикиваем Black Lives Matter вместе с вами. Мы боремся за ценности equity, антирасизма и анти-white supremacy. Что тебя занесло? Почему ты не плюнула, не встала и не ушла? Ты же могла бойкотировать это? Я не могла бойкотировать это мероприятие, потому что я пришла поддержать в данном случае Национальный симфонический оркестр Украины. А, окей. Я была там на концерте оркестра, директор оркестра мой друг. Там были очень порядочные хорошие люди, которых я знаю. Нет, я понимаю, тогда понятно. Я бы это место послал бы все для обсуждения. Я тебе просто говорю, что у них на сайте написано и, честно говоря, это театр Маккартер, который находится на территории, который является частью фактически программы университета. Университет даже внешне очень изменил свои лица за последние пару лет. Я не была там с 21 года. Просто изменились лица. Очень много китайских лиц, очень много темных лиц, очень много тех, кто Black Lives Matter. и поэтому если вы хотите отдать вашим детей на растерзание вот этому всему, то вы можете поступать следующим образом, тихо, спокойно. Если возьмут документы. Это отдельная тема. Я предлагаю к этой теме вернуться отдельно, потому что я вижу эту ситуацию изнутри очень серьезно. Вернемся. Да. Ну, давай заканчивать тогда уже. Я хочу сказать, что Кевин сейчас находится практически на передовой. Есть так называемые стабилизационные пункты, которые находятся рядом с передовой. Это первое место, куда эвакуируют раненых. И он находится как раз вот мы должны оказать самую первую помощь и после этого доставить в госпиталь для операции. И он там идет по-прежнему сбор. И я также хочу отметить вот что. Я сейчас начну собирать деньги для поездки двух психотерапевтов в Украину. Почему? Потому что посттравматический синдром стал очень распространенным явлением. Людям нужна помощь. В Америке это дело поставлено гораздо более профессионально, гораздо больше и опыт. Казалось бы, украинного тоже уже набрать опыт. Столько выпало на судьбу украинцев. Но психиатрия, психотерапевтические все эти дела. В Америке больше исследований проводилось, больше работ написано. Я хочу, чтобы поддержать двух женщин, психотерапевтов, не дай бог психотерапевтов, которые поедут в Украину для того, чтобы учить местных психотерапевтов как лечить, как справляться с травматическими синдромами. Я недавно слышал очень интересную передачу о том, что Россия в Афганистане потеряла 14 тысяч человек. Затем, когда солдаты российской армии вернулись, ну тогда еще не российская, а советская армия, вернулись в Советский Союз, жертв, количество жертв достигло 64 тысяч. Это и преступность, это и самоубийство, это все, что угодно связано с посттравматическим синдром. Это колоссальная проблема. И два психолога, психотерапевта из Америки это Кабля в море. Но всегда нужно начинать делать какой-то первый шаг. И это люди, которые связаны с Кевином, и вот они поедут где-то апрель, наверное. Я хочу сделать так, чтобы они могли встретиться с как можно большим количеством украинских специалистов. Они точно будут в Лебединском медицинском колледже, с которыми уже налажены связи. И те деньги, которые вы собирали, но какая-то значительная сумма пошла в Лебединский медицинский калыч, который готовит медиков для фронта. И уже 8 или 9 человек погибли. В прошлом году было 7. Но еще 2 погибли. Последние месяцы только. Вот поэтому если у вас есть возможность, то вот Лена выставила мой имейл. Он связан с PayPal. из Зелы. Или Зел. И вы можете ту сумму, которую вы можете себе позволить пожертвовать, то это будет оценено. Также я вас прошу вот о чем. Кевин находится на фронте. Он получил, он уже получил письма от некоторых из вас через меня. Если вы хотите написать ему по-английски и по-украински, как хотите, ему переведут. Он не сможет только отвечать, он занят. Но сказал, что ему очень приятно получать письма от слушателей континента и других платформ, на которых я выступаю. Поэтому напишите письмо, несколько сторчик буквально, ему будет очень приятно. Вот эти у меня две просьбы. есть и третья просьба, поддержите континент. Это как делается? Лайком, наверное, комментарием хорошим, а не каким-нибудь диетизмом, которых я слишком... И перепосты, они способствуют. Перепост, хороший комментарий. Я надеюсь, что та информация, которой я делюсь, вам полезна, что вы лучше немножко знаете, как работает система. Вот так. Слава Украине. Героям слава. И сегодня у нас был Борис Палант. Он рассказал много интересного. Так что, пожалуйста, оставайтесь на континенте. В понедельник всегда Борис Палант будет с нами. Всех благ. До свидания. Продолжение следует...